Доброе утро. Тем, кто решил провести утро среды в спортивном режиме, после, наверное, зарядки гимнастики, можно теперь поговорить о спорте. Телефон студии 65 10 99 6, код города 495. У нас есть сайт Финам.фм и страничка программы на своем поле. Там можно оставлять свои комментарии, задавать вопросы. Сегодня будем говорить о тех людях, которые, преодолев все законы динамики и презрев прочие законы физики, поднимаются в небо. И мало того, в этом небе совершают совершенно потрясающие, я даже не знаю, Дим, как это называется, рекорды, кульбиты, чудо. Да так и называется, рекорды, кульбиты. Все, что есть. Все и совершаем. Да, даже не напомню, я представлю сегодня своего гостя, Дмитрий Хайтовский. Это зам директора авиационного учебного центра «Аэроград» Коломна. Все правильно? Да, да, в общем, да. В общем, так. Дим, я вчера целый вечер провела перед вашим сайтом, изучая в интернете. Перед моим личным? Нет, нет. Перед сайтом «Аэрограда Коломна». И поняла, что, в общем, вы, а, сами поднимаетесь в небо, б, учите людей, которые хотят, как известная героиня пьесы «Островского гроза», подняться в небо, расправить крылья и полететь, как птица. И, в, вы проводите совершенно потрясающие чемпионаты России, мира по, я так понимаю, обыкновенному парашютному спорту, ну, скажем так, классическому, да? Нет, нет, вот как раз классический парашютизм, он как-то вне зоны нашего влияния. Только купольное пилотирование. Купольное пилотирование. Ну, не совсем так. Есть еще, есть очень много видов парашютного спорта. Это, в частности, классический парашютизм, это то, что пришло из глубины 20 века, в общем, такие имеют ВВС-овские военные корни. Это, ну, такой, туда входят, в частности, и прыжки на точность, приземление и так далее. Это вот то, что было, ну, скажем так, из парашютного издревле. Вот. А что-то уже более новое, вот это как раз к нам, из самого нового, это купольное пилотирование, это вот как раз то, что называется свуп, это очень похоже, собственно, свуп, это вот, если кто-то видел, как орел пикирует на мышку в поле, вот это вот то, что и происходит. Это и называется свуп, он складывает крылья, разгоняется и оттормаживается перед самой землей. Вот это самый новый и самый, безусловно, зрелищный вид парашютного спорта в принципе в мире, ничего пока зрелищнее, наверное, не придумано, именно с точки зрения зрителей, которые находятся на земле. Все остальное происходит в воздухе, групповое пилотирование, господи, групповая акробатика, это когда работают двойки, четверки, шестерки, восьмерки, десятки. Это, грубо говоря, есть количество фигур, есть определенное время, и кто больше построит фигур за одно и то же время, тот и побеждает. Я вас сразу перебью, вернее, даже уточню, на площадках, да, на полигоне, да, в небе вашего авиационного центра, на дробзоне, будем говорить так, да. У вас же есть еще и попытки установить мировые рекорды большой формации, да? Да, российские рекорды, собственно, довольно часто они превращаются и в мировые, вот в частности, в прошлом году женский рекорд, 88 человек, был установлен в самую-самую-самую крайнюю попытку, которая была возможна, девчонки установили рекорд, две бесконечности, если 88 перевернуть горизонтально цифру, то получится две бесконечности такие. Послушайте, у вас там помимо красоты еще, наверное, сумасшедшее количество адреналина и у самих участников этого процесса, и у тех зрителей, которые приходят для того, чтобы за этим сумасшедшим чудом и красотой понаблюдать. Ну, спорт вообще штука адреналинистая для зрителей, да и для участников тоже, просто разные типы адреналина, все-таки участницы или участники, неважно, от самих прыжков в большинстве случаев, или в большинстве своем, скажем, наверное, такого чистого адреналина уже не испытывают. Вот, там, первый, второй, десятый раз, ну, может быть, а потом уже это, вот, сам момент покидания летательного аппарата, он, ну, я не скажу, что он будничен или привычен, но, в общем, для тех, у кого, там, тысяча, две тысячи, три тысячи прыжков, а таких очень много, у нас два инструктора, например, в Аэрограде, у которых больше 22 тысяч прыжков у каждого. Вот, а в среднем... То есть они уже такие дяденьки в возрасте, или они просто прыгают каждый день? Они прыгают каждый день, и по многу раз, но, ну, как в возрасте, ну, около 50, плюс-минус. И, в принципе, средний инструктор имеет 5-6-7 тысяч прыжков, 13 тысяч прыжков, 10 тысяч прыжков, но это вот те, в общем, зубры, которые пришли... Огласите, Дима, вашу цифру? У меня скромно, я прыгаю не так много, у меня где-то, там, 500-550. А, то есть у вас еще чуть-чуть зашкаливает уровень адреналина? Нет, нет, нет. Нет, уже все, уже привычное дело. Ну, как-то у меня с адреналином всегда было попроще, в этом смысле, у меня нет адреналинового голодания какого-то, мне никогда не хотелось преодолеть себя, мне просто... Я и высоты боюсь. Обана, обана, говорит человек, который... Ну, многие, многие, многие боятся высоты, ну, не многие, но я знаю, ну, из моей, так сказать, компании, из моих друзей, некоторые действительно боятся высоты. Это разные абсолютно вещи, выйти на 10 этаж дома жилого, посмотреть вниз, знаете, как разные паруштисты, обычный человек смотрит вниз с 10 этажа, и обычный человек говорит, господи, как высоко, а паруштист говорит, господи, как низко. Как низко, да-да-да, это правда. Поэтому, как только перестаешь видеть дома, людей, машины, деревья, я не знаю, то есть, как только мозг перестает видеть знакомые объекты ему, высоту которых он знает, размер которых он знает, он же все мыслит в попугаях, как бы, да? 38, не меньше. Да, количество домов, я не знаю, количество людей до меня, ну, то есть, примерно, я думаю, ой, господи, я вижу человека, это так высоко или так низко. А с 4000 это географическая карта под тобой, мозг, ну, вот как на табуретку встать и на пол положить географическую карту, посмотреть вниз, вот это то, что видишь, нарезки полей, дорога, ну, вот река, Кай идет. А представляете, какой уровень адреналина был в крови у Баумгартнера, когда он из стратосферы вниз отправился? Нет, не представляю, не представляю, ну, вообще, честно говоря, он же не с бухты Барахты, он же, в общем, он подвергал себя адреналиновым вещам и до этого, и его полеты на крыле, такие, как и Фросси, вот, и Баумгартнер, два таких жестких, два парашютиста, два парашютиста, нет, нет, я имею в виду жесткое крыло, потому что существуют еще винг-сьюты, такие костюмы, да, на которых прыгают многие парашютисты, они, ну, там мягкое крыло, это костюм, и в Росе он прыгает на, он прыгает с крылом жестким, с двигателями реактивными, маленькими, вот, и Баумгартнер, он прыгает, по-моему, без двигателя, просто на планирующем жестком крыле большом, вот, он, собственно, и стал известен благодаря этому, он бейсер довольно известный, прыгающий там с низких, с низких объектов, с крыш домов, с гора. Не скучно живет? Ну, нет, думаю, нет. Я так подозреваю, что у вас тоже, в общем, скучать-то некогда, и Аэроград — это такой огромный комплекс, который занимается самой разной, да, деятельностью, в том числе, там, учебной, тренировочной. Да, конечно. И для вас, как для одного из руководителей, что самое главное, вот, в этом центре — научить, принять какие-то соревнования, спортсменов подготовить, вот, основная цель, скажем так, да, как бы это официально ни звучало, вот этого Аэрограда, для чего? Ну, тут, в общем, если мы говорим о каких-то экономических составляющих, то она понятна, да, сделать это прибыльным, если мы говорим о чисто экономической... Это частная контора или частная, то есть это... Да, 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 но мы работаем в рамках ДОСАФ России, вот, и называется Аэроград, авиационно-автономная некоммерческая организация, Аэроград-Колом, ДОСАФ России. Да, 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 да. Да, да, и, к счастью, вернулась или возвращается в ДОСАФ та составляющая, которая была вот в те годы, именно, сейчас военная составляющая, которая была, она уменьшилась, естественно, ну, потому что мы не собираемся, благо, и, слава богу, ни с кем воевать. Вот, вот, вопросы патриотизма, вопросы воспитания физического в том числе, вот, к счастью, это не пустые слова, к счастью, действительно, ДОСАФ начинает раскручиваться, начинает работать, восстанавливается, ну, я знаю авиационную составляющую ДОСАФ, значит, раскручиваются аэродромы, аэроклубы старые ДОСАФские, не только в московском регионе, а за пределами МКАДа, и это здорово. Ну, это, это действительно, это не пустые слова, и руководство, наконец-то, в ДОСАФ появилось такое, действительно, деловое, которое вот все это держит как-то в кулаке, и пытается все это запустить, и мы помогаем. То есть у вас сотрудничество идет такое, у вас паритетное начало. Абсолютно, и это здорово, и они помогают нам, мы помогаем им, мы являемся частью их, они являются частью нас, ну, то есть такая здесь, такой симбиоз, такое проникновение друг в друга. Ну, а юные какие-нибудь пришедшие в армию призывники у вас прыгают, или это... Ну, сами, ну, как бы, сами солдаты у нас не прыгают, у нас есть определенные, так сказать, определенное сотрудничество с военной сферой, я уж не буду сейчас о нем распространяться, вот, но оно не касается именно призывников. Мы готовим тех, кто к нам приходит. Те, кто хочет почувствовать полет. Да. Вернемся к нашему интересному разговору через пару минут. Возвращаемся в студию, у нас тут интереснейший разговор происходит и в кадре, что называется, и за кадром. У нас в гостях Дмитрий Хайтовский, это человек, который представляет авиационный учебный центр «Аэроград», летают сами, учат летать, взаимодействуют с аэрофлотом, и, как выяснили, мы только что с Димой за кадром, еще и обучают не только прыжкам с парашютом. Я, конечно, спешу отметить, что нельзя говорить прыжки. Нет, с парашютом можно, на парашюте и на парашюте не надо прыгать, это опасно. Да, меня вот это вот все время очень радует. Вот, и еще вы учите непосредственно пилотирование, да? Да, 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 да. Мы занимаемся, ну, вот это вот как раз к слову о бизнес-составляющей, потому что понятно, что парашютный спорт пиква приходится на солнечное летнее время, несмотря на то, что мы работаем круглый год, мы работаем зимой, летом, осенью, весной. Понятно, что, так сказать, лучшие времена для нас лето. Зима трудна, но вот мы решили, что раз уж у нас такая материально-техническая база есть, заложена уже, там, годами сформировалась, то грех это не использовать. Мы два года назад открыли авиационно-учебный центр непосредственно гражданской авиации, АУЦ называется, АУЦ-ГА, называется он АУЦ-Аэромак. Собственно, мы производим обучение на, обучение пилотов-любителей и переобучение на другие типы самолетов. То есть приходит к нам Вася Иванов, бывший программист, который до, там, или нынешний программист, неважно, который до, там, 30 лет просидел в офисе, и тут его осенило, что авиация — это жизнь его, и без этого он никак вообще не может, а байты с битами ему надоели. И говорит, Вася, хочу стать летчиком. Мы спрашиваем Васю, Вася, ты хочешь для себя? Он говорит, нет, я хочу бороздить просторы на больших самолетах, аэробусах, боингах и так далее. Это моя цель. Дим, подождите, если я, Вася Иванов, решил прийти и управлять Боингом, то есть я могу и в вашем центре получить лицензию, или я должна быть где-то в официальном потом еще? Нет, 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 нет. Как это происходит? Тут все очень быстро не учится, а объясняется. Он приходит к нам или в любой другой авиационный учебный центр, ну, например, на базе нашего, да, он приходит к нам, получает, учится на пилота-любителя, получает свидетельство пилота-любителя, Росавиация выдает ему. Это где-то порядка двухсот часов теории и сорок часов налет нужно иметь, он получает свидетельство. После этого он налетывает еще часы, чтобы у него в сумме было 200 часов налет, имея высшее техническое образование и 200 часов налета. Ну, я очень кратко объясняю. Он может идти в высшее учебное заведение, ну, или в среднее, неважно, ну, в частности, в Ульяновскую академию, в Ульяновский университет, в Сасовское училище летное, и пройти программу переподготовки, это порядка, по-моему, 600 часов теории, это где-то 3-4 месяца, и получить коммерческое свидетельство пилота. Ну, а дальше, это его, так сказать, дальше нужен английский, четвертый уровень, еще некоторые курсы, ну, и если там Аэрофлот в Лопово не возьмет, то его могут взять другие авиакомпании и переучивать уже на свои типы больших самолетов, то есть, имея коммерческое пилотское и, так сказать, удовлетворяяя определенным требованиям авиакомпании и федеральных авиационных правил, он может, он может, да, да. Это дорого, но это, в общем, окупается, потому что, затратив на полный курс обучения, там, с нуля до коммерческого пилота, порядка 2 миллионов рублей, ну, это даже, наверное, где-то 2-200 получается, он получает профессию, и если он устраивается работать, второй пилот получает, пришедший в авиакомпанию, получает порядка 200-210-220 тысяч в месяц. То есть, можно, что называется, откупиться потом? Да, можно, ну уж, откупиться не знаю, а купиться можно точно. Откупиться, да, согласна. А скажите мне, Дим, вот кто у вас этим занимается, этой подготовкой, ведь это должны быть летчики очень высокого уровня и класса, и профессиональной подготовки, то есть у вас таковы и есть, это не просто те же самые переучившиеся Вася Иванова, лучшие инженеры. Здесь, в общем, ну, если у тебя этого нет, то и открываться не стоит. Авиация такая штука, где, как это не жестко звучит, все записано, все правила написаны кровью. Поэтому, в общем, мы, наша кредо с самого начала было следовать, ну, работать честно, да, и, может быть, многие об этом говорят, но далеко не все, не все, к сожалению, этому следуют. Есть очень много авиационно-учебных центров, ну, сейчас их становится меньше и меньше, которые, ну, работают, скажем так, нечестно, да, и это, конечно, очень большая проблема для нас, потому что работая нечестно, они экономят, экономят на безопасности, экономят на летном времени, просто приписывая его, соответственно, занижают стоимость, ну, и банально с стоимостью их подготовки нам реально довольно сложно конкурировать, потому что мы летаем все, все абсолютно до минуты, до секунды, все это записано, все это честно, абсолютно. У нас новые самолеты мы купили, Cessna американские, и, ну, это, в общем, бензин, который, авиационный, который стоит, там, 100 рублей литр, а самолет в час ест порядка, там, 30 литров, ну, и так далее. Это все складывается, все вот эти расходы, они в итоге увеличивают стоимость обучения. Если ты не летаешь, а просто записываешь часы, то ты максимум тратишь на шариковую ручку. Ну, так, а потом уже страшно самому, мне кажется, сесть. Нет, им не страшно, видимо. Им не страшно, да, сесть, им даже сесть не страшно, это я вам хочу сказать, да, мне кажется, иногда. Да, я имею в виду не в самолет. Я поняла, да, да, да. Вот, ну... Так у тебя сзади люди, которые тебе свою жизнь вручили. Ну, вот, ну, мы говорим о морали сейчас или о деньгах. Вот это, к сожалению, для них, вот, они бы вас спросили вот именно так. Мы сейчас о морали или о деньгах? Деньги, они, они же сейчас, а потом... Они деньги посчитали, а просто и забыли. Произойдет это, во-первых, не с ними, а во-вторых, потом... Ну, ладно, хорошо, давайте не будем о тех нечестных поговорить, о вас честных. Да, совершенно верно. Ну, я говорю о том, что, в общем, приходится бороться, в общем, я думаю, что нам это удается. Что касается инструкторского состава, то у нас великолепные инструктора, ну, в общем, наверное, мало кто мог бы сказать, что у нас плохие инструкторы. Но вот у нас два инструктора, которые работают на Цеснах. На Цесне они пришли к нам из Питерской академии гражданской авиации, они там летали на Цеснах, на этих же самолетах с курсантами. На Л-410 у нас инструктор, у него больше 20 тысяч часов налета, у нас как-то цифра 20 тысяч в Аэрограде, она такая... Правильная. Правильная, символичная. Да-да-да, парашютная, часы налета и так далее. Вот, то есть, ну, вот это, конечно, это такая основа. Плюс материально-техническая база, самолеты у нас... Мы вот сейчас купили Цесну, вот этот американский самолет, купили его у авторизованного дилера российского, то есть не просто на каком-то там вторичном рынке в Америке нашли самолет и перегнали его. Он проходит прям вот буквально час в час он проходит все технические обслуживания. Вот сейчас он в Питере, улетел в Питер на обслуживание очередное. То есть, ну, вот как-то так вот мы работаем. За это, в общем, нас, как мне кажется, и, не знаю, любят, не любят, но уважают. Ну, в общем, да. Дима, скажите, пожалуйста, а на фоне других ваших конкурентов понятно, что у вас главное, да, это, во-первых, честность по отношению и к тем, кто туда приходит, и по отношению к своим работникам, коллегам. Но, тем не менее, вы чувствуете острую там, может быть, зависть, может быть, такую вот финансовую, в том числе, конкурентную среду по отношению к вашим соперникам? Ну, не знаю. К счастью, вот лично я, на самом деле, пока не чувствую, хотя они в непосредственной близости от нас находятся. Очень хороший авиационный учебный центр, мы, так сказать, рядом находимся. Ну, они, во-первых, крупнее нас, поэтому, может быть, мы как-то пока, я как-то от них пока никакой зависти не чувствую. Мы сосуществуем, ну, по крайней мере, я надеюсь на это, мы сосуществуем совершенно мирно, без какой-то конкурентной борьбы. У нас разные самолеты, у нас разные клиенты, несколько разная ценовая политика и несколько разная, так сказать, конечная цель. Они, помимо всего прочего, этим самолетом и торгуют, поэтому им, как бы, они, по сути, под себя учат, хотя не только. В общем, они великолепные ребята и очень хорошая компания. И вот она как раз, они, мы, еще ряд авиационных учебных центров, которым, в общем, о которых можно говорить, ну, про себя не буду, а вот про них и другие ребята очень неплохо работают в московском регионе, поэтому... Мне почему-то казалось, что это такая достаточно затратная и большая работа, и требующая и много времени, и много средств, и много вот просто вложений сил, и их не очень много, этих центров, а вы вот называете... Их не очень, нет, нет, я говорю всего лишь о, там, реально работающих, реально летающих, реально выпускающих. Те центры, которых часто проверяют, вот у нас, например, буквально две недели назад закончилась проверка Транснадзора, до этого была проверка Росавиации, Ну, то есть, мы проходим, я уверен, что и они проходят совершенно четко, конечно, какие-то замечания есть, но это всегда даже полезно, когда тебе подсказывают, что и как надо исправить. А вы давно на этом рынке? Ну, вот мы лично два с половиной года начали работать, наши коллеги уже очень давно, гораздо, гораздо дольше, но работаем, пытаемся. То есть, у вас еще есть большой период времени для того, чтобы дальше развиваться, в общем, только еще в самом начале. Да. Сегодня говорим с замдиректором авиационно-учебного центра «Аэроград» Коломна, продолжим буквально через пару минут. 11.31 в Москве, для тех, кто только что к нам присоединился, у нас утро спортивные среды, как обычно, сегодня говорим про людей, которые, а, сами летают, б, учат, еще и не только учат прыгать с парашютом, но и пилотировать самолеты, я даже не знаю. Можно ли еще что-то охватить, какой-то там вид деятельности, который в «Аэрограде» Коломна не существует? Ну, крестиком не учим вышивать. Это ужасно, я не знаю, как пришел в «Аэроград», а там крестиком не вышивают. У нас Дмитрий Хайтовский в гостях. Дима, знаете, для меня, как для человека, в общем, ближе к спорту, чем к бизнесу, было бы интересно с вами поговорить по поводу как раз чемпионата в России и Кубка мира по пилотному, сейчас скажу по-русски. Купольному пилотированию. Купольному пилотированию, да. По супу. Да, потому как это ново, потому как это интересно, потому как это экстремально, и, в общем, наверное, для зрителей это адреналин свой, для участников это адреналин свой. Откуда есть что пошло, к чему стремитесь, кто этим занимается, и вообще можно ли мне, все тому же Васе Иванову, программисту, прийти и сказать «ребята, хочу, не могу». Прийти и сказать Васе Иванову, безусловно, можно, как в анекдоте, съест он съест, да кто же ему даст. Эта штука очень опасная с точки зрения начинающего, поэтому, конечно, никто Васю Иванову туда не пустит, и никто ему не даст это делать. Вот, реально люди начинают, имея там в своем активе 200-300, ну, 200, не знаю, мне кажется. То есть начинать-то могут все, кто угодно, да, желать. И с 200 прыжками, и некоторым их 100 прыжков кажется, что он уже все, Бога за хвост поймал, и все умеет, и все знает. Вот, здесь надо, чтобы его осаживали, конечно, вот эту вот хотелку его. Что касается, ну, вот реального, то у людей несколько тысяч и много тысяч прыжков, которые этим занимаются, потому что здесь надо иметь и, что называется, глаз, и нужно выдержку иметь. И главное, в данном случае главное вовремя осаживать авантюризм и азарт спортивный. Потому что если ты, я не знаю, занимаешься легкой атлетикой, да, и азарт гонит тебя обогнать именно в эту точку, в этой точке стартануть и атаковать соперника, то максимум, что может быть, у тебя не хватит сил на финише. Или тебе спину впереди бегающей подставят. Ну, например. Из вредности. Да, 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 да. То здесь, в общем, азарт может привести к довольно плачевным результатам. То есть я не могу, не имея в активе классического парашютизма, какой-то базы, прийти и заниматься пилотом. Потому что я все время не так говорю, купольным пилотированием. Да, 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 неважно. Классический парашютизм, не имея опыта, какого-то опыта занятия парашютным спортом, и просто прыжков, да, довольно сложно и довольно опасно начинать этим заниматься. Ну, в общем, понимаете, это настолько визуально понятно, что мало кто вот так вот... Просто все это происходит. Когда это спорт, купольное пилотирование, то это все, ну, довольно... Делается все для того, чтобы это было безопасно максимально. Все соревнования происходят над водой. В Аэрограде есть специальное озеро, такое вырытое, рукотворное. Чтобы, если не приведи, господи, что, что, чтобы было меньше правил. Ну, во-первых, чтобы, во-вторых, это часть правил. Нужно, пролетая над водой, в некоторых упражнениях чертить ногой по воде, носком ноги. Там ведь особенность в чем? Потом парашютист зависает как бы над озером в определенной точке, да, и потом раскручивает парашют, это называется, скручивается. То есть он разгоняет его, вот как тот орел, который складывает крылья, да, и пикирует. Вот он также пикирует, разгоняет купол, над водой купол выводит из пикирования и летит горизонтально в воде. Там скорость идет порядка 100 км в час, вот именно пролета горизонтального по воде. И в отдельных упражнениях нужно между буйков пролетать, которые над водой стоят, такие надувные, специальные, безопасные. Даже если врежется, буйок просто лопнет, как шарик. Как вот если видели, может быть, Red Bull Air Race самолетный, да, когда самолет врезается, вот задевает крылом, просто буйок вот этот вот гигантский лопается, и все. Здесь то же самое. В других упражнениях нужно чертить по воде носком и приземляться в определенную зону. То есть, ну, там... А это можно сделать? Да, 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 конечно, конечно, конечно. Вы сказали, как человек, который это не единожды делает. То, как вы рассказываете... Я не единожды это видел. Но это не единожды не сделал. Безусловно, но я видел, как это делают. Значит, в принципе, это можно. Этому можно научиться. Да, этому можно научиться. У нас постоянно сборы. Собственно, Аэроград — это центр такой купольного пилотирования российского. Ну, это вот такая площадка нашей сборной, грубо говоря. Да, да, безусловно. Безусловно. Есть еще пара аэродромов, у которых есть вот такие вот рукотворные озера, специальные под суп. Но Аэроград — это вот то место, где тренируются сборы, где тренируются спортсмены, сборные, где проводятся все чемпионаты России. И вот в этом году Кубок Мира, в 10-м году чемпионат мира был, в этом году Кубок Мира. Но это, как я понимаю, естественно, неофициальный вид спорта. Входите ли вы в программу парашютного? Нет, я не имею в виду неофициальный, не олимпийский. Не олимпийский, да. Конечно, конечно, пока нет. Парашютный спорт не олимпийский, пока. Нет, а в саму систему парашютного спорта вы входите? Да, конечно, конечно. То есть это как вот одна из дисциплин? Парашютный спорт подчиняется ФАИ. Это Федерация авиационного спорта мира. Значит, и у ФАИ есть комиссии. Есть парашютная комиссия, есть там самолетная комиссия. То есть есть, грубо говоря, группа, отвечающая за парашютный спорт, за самолетный спорт, за воздухоплавание, за авиамоделизм и так далее. Вот, как же, не помню, как называют, парашютная комиссия. Слуп входит в официальный список видов спорта, ФАИ. То есть это совершенно абсолютно официальное мероприятие, которое входит в программу воздушных игр. Есть такая штука, всемирные воздушные игры. Наподобие чемпионата мира, грубо говоря. Да, по всем воздушным видам спорта. Там и высший пилотаж, и, ну, в частности, парашютный спорт. И в парашютный спорт входит купольное пилотирование и пилотирование куполов. Это разные виды спорта? Да. Это для тех, кто пришел туда, чтобы запутать сразу? Ну, почти. Визуально они абсолютно разные. Значит, пилотирование куполов — это вот как раз слуп. Когда как орел за мышкой. Да, 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 совершенно верно. Не купольная пилотирование, купольная акробатика, я чуть-чуть ошибся. Купольная акробатика и купольное пилотирование. Купольное пилотирование — это вот орел за мышкой, да. А купольная акробатика — это вот когда под куполами складывают этажерки большие, да, вот такие многоуровневые. Вот эта купольная акробатика тоже безумно красива. И безумно адреналиновая. Наверное, ни разу тоже не пробовал. Ну, видел. Не единожды. Да, да, да. Вот. Это виды спорта, которые входят. Групповая акробатика, четверки, по-моему, входят в воздушные игры. То есть это все совершенно официально признанные виды спорта. Послушайте, но это же какая должна быть у вас четко выстроенная работа аэрограда для того, чтобы успеть на одной площадке совмещать все. Этих отправить учиться летать, управлять самолетами. Этих просто на точность приземления, например, или прыгнуть, если я пришла и хочу попробовать себя в парашютном спорте, но боюсь там в тандеме, например. Уже наверняка такое есть, да? Да. Безусловно, да? Есть там спортивная составляющая для сборников. Есть какие-то моменты, когда я просто прихожу для тренировки, для обучения, еще не сам прыжок. Как вы все это успеваете разруливать? Это огромное, я так понимаю, у вас прям хозяйство, если я так могу так назвать. У нас хозяйство гигантское. В общем, у нас, к счастью, большие территории, которые позволяют нам, так сказать, географически разводить. Ну, например, Свуп, да, вот это озеро, оно в отдалении от аэродрома, ну, в небольшом совсем, там, метров 300-400 от основной площадки приземления, оно вырыто от озера. Там площадка, во время чемпионатов там шатры строятся, все, так сказать, службы туда переезжают. То есть это на некотором отдалении, то есть это разведено по площади. Все остальное обучение проводится там в классах, что касается теории. После этого инструкторы разбирают студентов себе и дальше ведут их до окончания обучения каждый. Ну, да, у нас объемы очень большие. У нас, по-моему, два года назад был рекорд, мы сделали за день 109 взлетов самолета. То есть это почти 2500 прыжков за день. Ничего себе. Вот, да. А как вы в небе разруливаете такое количество самолетов? Для этого есть два РП. Один РП расширывается как руководитель прыжков, то есть он конкретно стоит на линии стартового осмотра, так называемая. Это два наиопытнейших человека. Наши инструкторы, парашютисты в прошлом, значит, они выпускают парашютистов к самолету. Они говорят, кто за кем прыгает, кто за кем отделяется из летательного аппарата и так далее. И дальше есть второй РП, это руководитель полетов, который уже работает с летчиками. Это два отдельных человека, но они работают вместе и, собственно, руководят всем процессом. Это мозг. Это просто мегамозг должен быть у человека. Да, это правое и левое полушария. Одновременно действующих. Да. А ваша функция все это настроить и создать работу таким образом, чтобы они, а, работали вместе, и, б, друг другу не мешали? Ну, это скорее такая функция общая. Это функция Романа Валерьевича Леднего, нашего главного мозга. Вот. Лично я занимаюсь сейчас по большей части именно авиационным учебным центром, именно обучением летчиков. До вот этого года я был как раз спортивным директором, я отвечал за все соревнования. Сейчас у нас Маша Фетисова, наш мини-мозг, потому что молодая, но потому что мозг, потому что должна за всем уследить и все это сделать. Да. Она спортивный директор Аэроград-Коломна. Ну, вот как-то вот так вот все у нас разруливается. Вы на этом зарабатываете денег? Лично я? Нет, нет. Я имею в виду сам Аэроград-Коломна. Ну, безусловно, конечно. Это все-таки больше дотационное от ДСАФа, нет? То есть это вот бизнес? Нет, скорее от ДСАФ мы получаем не денежное довольствие, не денежную какую-то поддержку, а это поддержка, ну, что называется, натурой. Поддержка в том числе и техникой. Опять-таки нельзя сказать, что напрямую, но это поддержка, скажем так, да? Вот. А что касается денег, то, ну, конечно, зарабатываем. Конечно, зарабатываем. Все это, в общем, позволяет. Я говорю, что здесь надо разводить две составляющие. Составляющая спорта, потому что все мы прыгаем, и все мы это дело любим, от руководителя прыжков до руководителя Аэрограда. Все, так сказать, болеем парашютизмом, поэтому, ну, как бы, говорить, что это голое зарабатывание денег на парашютистах нельзя. Но, с другой стороны, это бизнес. Это зарабатывание денег, которое позволяет нам и содержать штат, и платить тем же инструкторам, и оставлять деньги на развитие, то есть некий жирок такой на развитие, на движение вперед. А вы легко согласились на то, чтобы ваша площадка стала центром для сборной? Или, наоборот, вы за это право боролись? Или третий вариант, вам это всучили в добровольно-приказном порядке, и вы ничего не смогли сказать в ответ отрицательного? Нет, 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 тут странно, да, столько илли ответить не надо. Значит, здесь все очень просто. Когда был Десав общесоюзный, и все было бесплатно относительно, да, здесь, наверное, был как раз вот тот самый приказной порядок. В наше время, в общем, спорт и тренировки, и сам спорт, это штука платная. Поэтому они сами выбирают, где им нужно, а нам нужно создать им условия, чтобы они выбрали нас. То есть пришли представители сборной, сказали, ребят, у вас классная база, мы к вам приходим, вы за это получаете какую-то копейку? Ну, грубо говоря, да. И вы на это легко пошли, вам это нужно? Мы сделали так, чтобы они к нам пришли. А, вот оно что. То есть все-таки это ваша инициатива, помноженная на желания федерации? Ну, конечно, это все вместе. Слушайте, ну вы умеете не только получать удовольствие, но и зарабатывать на этом удовольствие денег. Дай бог. Продолжим нашу беседу, у нас сейчас новости, и потом возвращаемся в студию. Возвращаемся в студию, сегодня говорим про людей, которые умеют летать, которые учат летать, и которые не представляют своей жизни без неба. У нас в гостях Дмитрий Хайтовский, замдиректор авиационно-учебного центра «Аэроград Коломна». Дим, мы с вами проговорили и про экономическую составляющую, и про спортивную, и про авиационную. Осталось только поговорить про тех смертных, которые вдруг заболели небом, которые, может быть, не хотят стать пилотами коммерческих рейсов, но хотят попробовать, что такое адреналин прыжка с парашютом, и как это вот увидеть вдруг землю с высоты птичьего полета. Вы, я так понимаю, в этом деле тоже можете помочь? Ну, естественно, конечно. Это одно из направлений. Нам же надо новых адептов привлекать. А, то есть у вас там секта похуже некоторых парашютно-адреналиновая. Ну, парашютисты, это же они ничем не хуже, чем автолюбители, которые объединяются. Вот едет какой-нибудь Hyundai Accept, да, у него написано Hyundai Club. Они хотят тоже объединяться. И парашютисты также абсолютно. Это такая семья, по большей части такая тусовка. Поэтому, конечно, они приходят, и я всегда говорю, что если человек хочет прыгнуть, и первое, что ему надо себе объяснить, что если хочешь прыгать, надо приходить и прыгать. Не надо... Они каждый раз, когда говорят, я хочу прыгнуть, я говорю, ну давай, приезжай. Нет, ну подожди, ну мне же надо собраться, мне же надо подготовиться. И они думают, что они это говорят, и они меня этим удивляют. Потому что это обычная такая, что называется, отмазка 90%. Вот надо, не надо готовиться, к этому все равно не подготовишься. Надо приезжать, хочешь прыгай, не хочешь, не прыгай. Как пойти в холодную воду, не надо заходить по степени. Я никогда не уговариваю никого, и я считаю, что это неправильно в этом смысле. Хочешь, будешь, не хочешь, не будешь. Самая большая опасность парашютного спорта, вот так вот приехать, прыгнуть в тандем, самая большая опасность, это подсесть на это. Да? Да. А прям все вводится как... Ну многие, конечно. Ну это же как, в общем, ты же получаешь, здесь дело не в адреналине, и во многом не в преодолении себя. Преодолеть себя, это вот с 800 метров прыгнуть с круглым куполом навстречу матушке Земле, и жестко с ней встретиться. Или, я не знаю, с веревкой, с моста прыгнуть. Вот это себя преодолевать. А здесь какого-то преодоления как такового нет. Здесь просто физиологическое наслаждение от свободного полета, от той свободы, в которой ты находишься, находясь в воздухе. Так, значит, у вас есть прежде всего прыжки в тандеме, да? Только. Только в тандеме. То есть, если я вдруг, напрыгавшись в тандеме, хочу совершить единоличное восхождение в небо и спуск к Земле, желательно не жесткие, то, собственно, у нас такого нету. Знаете, как говорят, прыжки совершают десантники, а мы их выполняем. Выполняют. Прошу прощения. Это для десантников, для солдат это подвиг. Так. Вот, но это шутка. Что касается обучения, нет. Нет, обычный человек приходит, выполняет тандем-прыжок в качестве пассажира, наслаждается свободным падением, видом коломны, оки. И уверен, что с ним все будет в порядке, потому что инструктор, у которого 20 тысяч прыжков, он, в общем, подстрахует... Он об этом не думает даже, поверьте мне. Пассажир об этом не думает. Мысли как-то куда-то в этот момент улетучиваются. По крайней мере, вот свой тандем-прыжок я пока еще помню. Вот он был примерно таким. Вас это подсадило? Нет, меня подсадило. Как-то мне все это... У каждого же вот этот вот парашютный приход, он же по-разному происходит. Понимаете, у меня там часов через пять меня посетила нирвана. Какая правильная терминология. Ну да, да, да. Так и есть. Вот. Человек пришел, прыгнул в тандем, ему понравилось. Он говорит, я хочу учиться. Дальше есть курсы IFF, Accelerated Freefall, расшифровывается IFF. Это теория, полдня зачет и прыжок в тандеме с инструктором, естественно. Но уже не в качестве пассажира, обозревающего вида колонны, а в качестве курсанта обучаемого. Уже этот обучаемый выполняемый. То есть он в этот момент управляет стропами? Нет, ему инструктор дает стропы, чтобы он почувствовал, как это и что это. Но он выполняет, помимо этого, в свободном падении определенные упражнения. Там смотрит, у него уже есть восстомер, он смотрит на восстомер, учится одним взглядом на восстомер оценивать положение стрелки, а не ту цифру, на которую стрелка показывает. Потому что летчики, все парашютисты, они вот оценивают высоту, как стрелка, куда направлено. Профессиональный хитр. Они не читают, ну это обычно, они не читают цифру, на которой стрелка. Они просто по положению стрелки определяют, на какой высоте, или что показывает прибор данный. Прыгнул тандем, и дальше следующий прыжок он уже делает самостоятельно, ну, в парашюте, в парашютной системе. У него парашютная система, которая ему выдается, студенческая специальная. И два инструктора держат его по бокам в полете и, так сказать, вставляют его в поток. Учат его не пытаться перебороть этот поток, а просто ему подчиниться и правильно располагать тело. Расслабиться. Правильно расслабиться. Это совершенно верно, поскольку надо расслабляться. Вот, это дает стабильность падению. И таких уровней семь. Каждый уровень это прыжок, каждый уровень это как экзамен. Новое задание, сдал, переходишь на следующий. Не сдал, перепрыгиваешь этот. Ну, вот, в среднем, там, некоторые за семь, у меня, по-моему, я, по-моему, за девять сдал АФФ. Ну, как-то вот, ну, в среднем, там, десять, одиннадцать. Бывает и тридцать с чем-то, я знаю человека. Ну, бывает, не каждый раз приходишь на какой-нибудь автодром и сразу сдаешь экзамен на знания. Абсолютно так. То есть инструктор тебя выпускает после седьмого уровня в жизнь, так сказать, самостоятельную, парашютную, только после того, как он уверен, что ты абсолютно ровно лежишь на потоке и приземляешься безопасно. Ты на вопрос, Дима, это тоже интересующе о нас. Порядка, я не скажу точные цифры, порядка, по-моему, порядка семи тысяч стоит тандем. Один раз. Один прыжок в качестве пассажира, тебя снимает оператор, фото-видео съемка идет. И потом в соцсети завалены все эти фотографии. Конечно, конечно. Не без этого. Но это лучше, чем, понимаете, перед зеркалом с фотоаппаратом. С телефоном. Это стандартно. С телефоном. Да, не будем об этом. Вот. И АФФ стоит, вот курс обучения стоит порядка, по-моему, сорока тысяч. Но зато потом ты уже выходишь и будешь уверен, как себя вести, что нужно делать. В общем, сам себе гарантируешь какую-то безопасность. Я могу гарантировать, что после этого инструктор будет уверен, что вас можно выпустить. Если он не уверен, он вас не выпустит. Его голова не пополнится еще неким количеством седых волос. Да, абсолютно верно. Вот хочу вам открыть страшную тайну. Такая практика есть не во всех, если вы этого не знали, авиационных учебных центрах или в каких-то там в парашютных звеньях. Если ты хочешь, тебя принимают на аэродроме, тут же быстренько учат полчаса теории, рассказывают, что и как, и прыгают. Это несколько другое. Это несколько другое. Это не значит, что это хуже или лучше. Но ваш вариант мне нравится более, потому что он безопасен. Он другой. Он абсолютно другой. То, что вы описали, это прыжки с круглыми парашютами. Они, в принципе, не подразумевают другого способа обучения. Вот так всю жизнь, всю жизнь так делалось, потому что прыжок с круглым парашютом не подразумевает управление этим парашютом. То, что подразумевается. Он не подразумевает, во-первых, свободного падения, потому что человек... Там приходит два часа теория, тебя учат прыгать с тумбочки. Там самое главное — это правильно встретить матушку-землю. Перекатиться мягко, потому что скорость вертикальная у такого парашюта довольно высокая. И надо не сломать, не подвернуть ногу. Вот этому тебя учат. То есть такие физиологические навыки. Парашют круглый, купол круглый, и он не управляется. Поэтому и прыгают с 800 метров с так называемым принудительным открытием. То есть человек выпал из самолета, дальше определенный механизм дернул вытяжной парашют, купол открылся, человек... Наслаждается. Наслаждается полетом по дуновению ветра. Куда ветер, туда он. Вот. И дальше приземление. Вот все, что ему учат два часа, это как правильно приземлиться. Приземлиться, правильно, правильно, да. Здесь и другого не подразумевается, потому что нет свободного падения и нет управления. В нашем случае это парашют-крыло, он управляется. Поэтому тебя должны научить свободного падения с 4000 метров до полу... А, вот я хотела сказать, высота у вас разная. 4000 метров, да. Мы прыгаем с 4000 метров, свободное падение у студента. Студент открывается, по-моему, на полутора тысячах. Спортсмены на 1100, на 1000 должны открыть парашют, наполниться он где-то к 800 метрам. Там плюс-минус зависит от купола, укладки и прочего. Поэтому нам приходится, нам надо его учить правильно, свободно падать, чтобы не было беспорядочного падения БП, так называемого. И правильно приземляться, управляя куполом. В случае с круглыми парашютами учить-то, собственно, нечему. Потому что... Поэтому я вот лично всегда там говорю, а у вас бросают с круглыми парашютами? Я говорю, что нет, не бросают, потому что это небезопасно и неинтересно. Единственный большой плюс для тех, кто хочет себя перебороть, получить вот тот самый адреналиновый вброс. Ну вот, может быть, сделать вот этот шаг без инструктора, потому что прыгают. Да, сделать этот шаг, ну либо пинок... Получить от того же инструктора. Да, и сделать этот шаг. Вот, все остальное здесь свободного падения нет. Оно там две секунды, пока купол не наполнится. Падение, снижение происходит по воле ветра. То есть ветер на лэб, ты на лэб, ветер на деревню, ты на деревню. И купол не управляется. Единственное, что теоретически можно, это если ты на лэб спиной, то развернешься и будешь ты на лэб лицом. Вот, ну, собственно... Какие прекрасные перспективы вы описываете. То есть это вот, что касается круглых куполов и жесткое приземление. Мне кажется, я вот, честно говоря, не очень понимаю в настоящее время. Тогда, в советское время, когда не было другого, когда парашют Крылова, это была прерогатива исключительно там зубров, спортсменов армейских в основном, да, или там ДСАовских. И для простого смертного, который начинал, он все равно начинал прыгать, это называлось вторая программа. Начинал учиться все равно с круглого купола. Там было около 50 прыжков, по-моему, надо было сделать или 40 на круглом куполе, и потом тебя пересаживали на парашют-крыло. Но сейчас особого смысла я вообще, честно говоря, в этом не вижу, и мне кажется, что это и неинтересно, и небезопасно, и как-то непонятно вообще. Дима, остается буквально 30 секунд. Один вопрос. Народу много к вам ходит? Народу много к нам ходит. Вот недавно у нас было за день, за субботний день, около 100, чуть больше тандемов. Ничего себе. Приехало. Я желаю искренне вашему аэрограду процветания, вашим инструкторам поменьше седых волос и побольше впечатлений, ну а всем, кто хочет испытать вот это счастье свободного падения, его испытать. Приезжайте. Спасибо. Дмитрий Хайтовский у нас был в гостях. Увидимся и услышимся через неделю.